Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая, солдат Кудайбердиева. Активы оказались в пассиве, расходы перекрывают доходы. Должна ли госкомпания заниматься спонсорством, если она сама нуждается в средствах для развития? Почему государству не удается извлекать максимум выгоды из собственных предприятий? Как это положение справляется? И к чему привели реформы, которые были проведены в системе управления госимуществом? Ответы на эти вопросы будем находить вместе с приглашенными экспертами. Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в программе «Реальная экономика». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя фонда по управлению госимуществом при правительстве Кыргызской республики Бигболот Алеев и председатель бизнес-ассоциации «Джия» Темирбек Аджиколов. Еще раз добрый вечер! Реформы в системе управления госимуществом начались три года назад, если не раньше, в конце прошлого года. Один из бывших руководителей профильного ведомства отчитался перед общественностью, сообщив о том, что первый этап реформ уже пройден, инвентаризация госактивов завершена, то есть процедура их ликвидации, преобразования, реорганизации. С тех пор прошло несколько месяцев, с тех пор не обновлялся сайт профильного ведомства. Покажите нам, пожалуйста, его. Как вы видите, информация о госпредприятиях здесь приведена за 2013 год. Ну, списка ликвидированных, преобразованных, реорганизованных госпредприятий пока нет. Бигболот Абтеганевич. На какой стадии сегодня находится эта работа? Кто проводит оценку стоимости госактивов? Поскольку в конце прошлого года уже говорилось о том, что скоро начнется работа по тому, чтобы определить реальную стоимость этих активов. И самое главное, сняты ли все разногласия, которые ранее существовали между вашим ведомством и Министерством финансов по части фактических поступлений от использования и управления госимуществами, по части прогнозирования доходов госпредприятий? Еще раз здравствуйте. Я вначале хотел бы сказать, что реформа, она постоянный процесс, поэтому говорит о том, что завершился первый этап, начался второй этап. Я, скорее всего, скажу, что да, начиная с 2016 года, мы переосмыслили вообще само понятие управления государственной собственностью. Сейчас уже начали, скажем так, акцент делать на то, чтобы внедрять в этих компаниях новые методы управления, принципы корпоративного управления. В части инвентаризации, да, первый этап инвентаризации завершен. Мы на сегодняшний день создали автоматизированную систему учета имущества государства. На сегодняшний день там сделаны записи, более миллиона записей. То есть по девяти основным фондам это здания, транспорт, помещения там и другие. Для того, чтобы знать реальную стоимость этих активов, нам нужна переоценка. Но вы представляете, да, переоценка, скажем, если привлекать к этому процессу независимых оценщиков, это обойдется бюджету очень больших денег. Поэтому мы на сегодняшний день пошли другим путем. Мы начали, скажем, мы разработали методику, методику переоценки, которая как бы в упрощенном виде предусматривает применение каких-то коэффициентов. А кто будет этим заниматься? Ответственность за переоценку ложится на каждого государственного учреждения, органа, министерства, ведомства. Тимур Виктор Назарбекович, как Вы думаете, вот такая новая методика, да? Насколько лучше эффективно управление госимуществом? И в целом, конечно, идея проведения инвентаризации, далее оценка эффективности, стоимости, это все хорошо, но что мы сейчас делаем для того, чтобы достичь этих целей? Сейчас наш коллега заметил, разрабатываем методику оценки. Но самая лучшая методика – это рынок, да? Мы все об этом знаем хорошо, что рынок, он всегда нам дает четкие индикаторы того, что происходит на самом деле. Какая бы, скажем, это ни была компания, это актив, это недвижимое или недвижимое имущество, это все оценивается по рынку. Выходя на рынок, эти, скажем, активы уже не соответствуют рыночной, скажем, либо стоимости, либо, скажем, вообще ценности на рынке существуют. По-разному бывает, бывает, занижено, бывает, завышено. Вся информация должна быть доступна на сайте. Это самый первый, наверное, скажем, самый первый критерий работы фонда имущества. Это прозрачность, правильно? То есть вся работа, которая проводится, она должна быть на сайте, и это все должно быть прослеживаемо, да, что происходит. Вы знаете, вот вначале вы сказали о том, что сформирована автоматизированная база данных. А есть ли, имеет ли доступ к этой базе простые граждане? Имеют доступ только определенно ответственные сотрудники государственных органов и ведомств, поскольку работа с базой – это сложный процесс, там это внесение записей, корректировка записей, разработаем портал информационный, в котором вся вот эта информационная база, она будет видна гражданскому обществу с точки зрения общих моментов, и как бы, ну, как для ознакомления. И этот портал, он будет не только по инвентаризации, мы предполагаем, что в этот портал, с одной стороны, это и наша инициатива, а с другой стороны, и требования там времени. В этот портал там несколько компонентов. В один из компонентов мы предполагаем включить и акционерное общество, и государственные предприятия, и же квартальные, и их финансо-экономические показатели, и другие показатели. Этот портал, он, скорее всего, где-то месяц-два, он должен уже на сайте уже работать. А сейчас есть предварительная стоимость всех активов, которые у вас имеются? Вначале я сказал, что да, предварительная стоимость имеется, но говорить о том, что это их стоимость, мне кажется, будет некорректно. Ну, хотя бы озвучить, чтобы мы знали. Поскольку это балансовая, остаточная стоимость всего имущества. Как только вот второй этап переоценки пройдет, мы будем знать приблизительную оценочную стоимость имущества. Ну, насколько нам известно, там цифра озвучивалась уже вашими бывшими руководителями профильного ведомства около или выше 80 миллиардов сумм. Это как раз-таки остаточная балансовая стоимость. Но она не отражает сегодняшнюю реальность. То есть эта сумма намного выше? Поэтому после переоценки, я думаю, наверное, сумма будет намного выше. Чтобы понять, насколько поменялся стиль и метод работы профильного ведомства, и задать вам следующий вопрос, хочу привести небольшой пример. Неналоговые доходы в этом году составят 21,8 миллиарда сумм, что на 1 миллиард с хвостиком сумм больше, чем в прошлом году. Но это, тем не менее, все равно это всего лишь 4 с лишним процентов от ВВП. Я почему об этом говорю? Потому что именно в этой статье сидят доходы, полученные от аренды и продажи госактивов. Давайте вместе рассмотрим, как, к примеру, сдается в аренду помещение внутри госучреждения. Обратно возвращаемся к сайту профильного ведомства. Открываем последнее объявление от 14 марта этого года. 10 апреля данное госпомещение снимается с конкурса. 176 квадратных метров в центре города сдается в аренду под столовую за 25 555 сумм в месяц. Это получается чуть выше 2 долларов за квадратный метр. Прям совсем дешево, да, получается, в центре города. Правда, есть, конечно, условия, нужно провести ремонт на 6 с лишним тысяч долларов. Дамирбек Назарбекович, бизнес нуждается в таких недорогих, так скажем, помещениях. И насколько бизнесу удается принимать участие в таких конкурсах? Насколько они открыты? К примеру, общественность только видит объявление о том, что сдается какое-то помещение в аренду. Но о результатах, кто, да, принимал участие, кто выиграл этот конкурс, к сожалению, такой информации нет. Хороший вопрос, потому что, действительно, мы часто видим, он объявляется. Ну, кто участвует, мы, конечно, не видим. Но в итоге, кому этот объект ушел, если в аренду, то в аренду, на каких условиях, этот результат мы не видим. Но, я думаю, это несложно будет со стороны государственного имущества выставить и дальше, чтобы для прозрачности, да, поговорить. Но вот это объявление со стартовой ценой 2 доллара, я думаю, это немножко, конечно, очень мало, но я не считаю, что это 2 доллара. Как я понимаю, это просто стартовая цена, да, это у тоже, да, сейчас идет. Нет, это, нет, это конкурс. Это конкурс. Это конкурс. Если конкурс, то тогда 2 доллара, это нереально. То есть за такие деньги я сейчас готов взять в аренду любое помещение в центре города. К сожалению, я лично пару раз пытался, не получилось, после этого я уже не стараюсь. Не получилось, а по какой причине? Ну, по разным причинам. До этого были моменты, когда мы подавали, мы вроде документы подавали, но там чего-то не хватило в конце. В итоге был момент, когда мы все сдали, подали, но потом результаты не объявились. Мы даже в шорт-лист не попали, ну, были случаи, да, то есть. Ну, это была моя компания, то есть мы пару раз участвовали, думаю, после этого я ребятам сказал, ребята, все. У нас вот есть свой сектор, ну, свое направление, давайте по своему направлению работать дальше. 27 марта мы первый раз в пилотном режиме, в тестовом режиме провели электронные торги именно по сдаче в аренду пустующих помещений. Тест, в принципе, положительный, участники были, и мы уже, начиная с последующим, намерены все аренды, тендеры по аренде осуществлять только в электронном виде, онлайн. И никаких там, что бизнес не будет знать или другие, как такого не будет. Как вы сказали, действительно, все, кто имеет доступ к интернету, могут заходить в эти электронные торги, регистрироваться, участвовать. И автоматически этот же портал, он будет вывешивать результаты. Сейчас доработка идет, и мы уже в ближайшие дни запустим эту торговую площадку. Вы были в курсе о нововведении? Нет, не слышал, мы рад слышать, конечно. Нужно сдавать в аренду только те, которые временно, по каким-то образом временно не используются для функций. А по остальным помещениям, которые сегодня, скажем так, сдаются, я согласен, да, после инвентаризации мы должны проанализировать их целесообразно, каким образом его используют. Если он вообще, скажем так, не целесообразно его использует для реализации каких-то задач и функций государства, то стоит ли его держать и постоянно на аренде там доходы получать? Лучше, может быть, к нему привлечь нового собственника. То есть это лучшее решение, да, вы думаете? Нет, смотрите, просто в центре города любое помещение, да, независимо, кто его владелец, он всегда пользуется спросом. Потому что это центр города, такое удобное расположение. И, учитывая, что у вас есть такой актив, да, вы могли бы, продавая этот актив на рынке, по рыночной стоимости, хорошие дивиденды приносить бюджету страны. Я вот к чему вас, да, веду. И мы вот, например, вам показали, что было такое объявление, но, к сожалению, бизнес не был в курсе, да, этого объявления. Бизнес, я, опять же, да, подчеркиваю, бизнес, который готов платить за это помещение ту цену, да, рыночную, которая есть на рынке. А на рынке это в разы превышает то, что вы предлагаете. Аукцион, который мы внедрили, он с прошлого года, с 2016 года начал свои плоды давать. Ну, аукцион, по-моему, вы проводите очень редко. Обычно вы только объявления вывешиваете о том, что, да, проводится конкурс. По положению, по положению таким образом идет. Если больше 70 квадратных метров, проводится аукцион. В данном случае у вас 170, почти 200, да, квадратных метров. В данном случае, в конкретном случае, давайте мы будем разбираться. То есть, получается, в конкретном случае произошло нарушение этого положения? Я пока еще не могу говорить, что произошло, нет. Давайте мы будем и дальше анализировать, посмотрим этот конкретный факт. Все стратегические, да, вот госкомпании считаются убыточными. Даже вот в конце прошлого года один из бывших руководителей, да, профильное ведомство даже заговорил о их распродаже. Был такой момент, помните, да? Но, как выясняется сегодня, этот вопрос все просто остается открытым. На днях депутат Чоркенеша Колбекча Манкулов на заседании парламента вовсе заявил о том, что акционерное общество с госдолей тратят десятки миллионов сумм на спонсорские цели. Привел даже конкретные цифры, да, привел название конкретных компаний. Всю эту информацию вы видите сейчас на экране. У профильного ведомства вообще есть возможности контролировать данный вопрос и рекомендовать или заставлять, я не знаю даже, какое слово, да, выбрать, чтобы компания, да, направляли эти средства на развитие? Мы с этого года начали анализировать целесообразность их инвестирования, там, оставшиеся части прибыли в какие там проекты и так далее. Полномочия фонда госуможства позволяет анализовать их бюджеты, говорит где-то каким-то образом, голосовать по собранию акционеров, что мы согласны или не согласны с той позицией. Ну, с другой стороны, если, например, привести большие корпорации и компании с государственным участием, это, например, российские, да, например, «Газпром», там, «Ростнефт» и так далее, насколько компания развита и большая компания, у них есть и другая сторона, это социальная ответственность. То есть, говоря о том, что там госкомпании выделили столько-то миллионов сумм на благотворительность, нужно иметь в виду, это не просто спонсорская помощь кому-то, физическому лицу или другому, это та часть денег, которая уходит на именно социальную ответственность, это строительство социальной инфраструктуры, там, садиков и так далее. Все те компании, которые каким-то образом отчисляли на вот эту статью средства, они все прибыльные госкомпании. Заявления несколько раз из уст бывших руководителей профильного ведомства звучали о том, что госкомпания Тарина зарабатывает в год всего несколько тысяч сомов, но при этом выплачивает своим работникам, сотрудникам, миллионы сомов, да. То есть фонд оплаты труда превышает прибыль, годовую прибыль всей компании, да. Здесь я бы хотел небольшой комментарий сделать относительно, в целом, отношения фонгу с имуществом к активам, да, своим. Конечно, это детали, то есть компания, она прибыльна, неприбыльна, она платит, она социальная ответственность у нее есть, то есть она какие-то миллионы туда. Вопрос не в этом же, вопрос в том, что мы 25 лет с этим фондом живем, с нашим фондом с имуществом, с этим активом мы живем. Во-первых, мы ничего не знали, что там происходило, но сейчас, благо, сейчас ребята заканчивают инвентаризацию. Надеюсь, закончится инвентаризация, надеюсь, все это будет выведено, да, и мы, как простые граждане, сможем увидеть, да, что у нас на руках есть. И инвентаризация нам даст не только список, статистику, да, название ОАО такая-то, ГП такая-то, да, то есть это нам ничего не даст. Но и в плюс какая-то работа должна быть проведена о том, по функционалу, что эта компания, чем занимается, чем она должна заниматься, да, и стоимость, да, скажем, активов. Ну вот смотрите, самый главный показатель – это вот финансово устойчивость той или иной компании, да, вот так как раз сейчас вот мы подошли к этому моменту, финансовая отчетность госпредприятий и акционерных обществ, госдолей, к сожалению, не публикуется, и эта информация не раскрывается общественности. В этой непростой ситуации в качестве примера мы можем привести лишь те предприятия, которые находятся в листинге, то есть чьи акции, они выставляются на продажу вот на нашей фондовой бирже, да. На своем сайте биржа открыто публикует информацию о финансовом положении госкомпании, акции которых уже прошли экспертную проверку. Самым прибыльным по итогам прошлого года признан аэропорт Манас. На втором месте Кыргызалтын, хотя чистая прибыль данной компании, да, по итогам 9 месяцев прошлого года была в 4 раза ниже, чем в прошлом году, ой, чем за аналогичный период 2016 года. Аилбанк вышел, допустим, в плюс, тогда как РСК ушел в минус по показателю прибыльности. Такая же ситуация в компаниях Кыргыз Телеком и Эйр Кыргыз Та. Тут у нас возникает вопрос, да, скорее всего, я, наверное, его адресую вам, да, от Емель Бекан Сальбековича. От чего зависит прибыльность, динамика прибыли госкомпании? От личных качеств менеджеров, да, от изменения госполитики, там, не знаю, погодных условий, от спроса и предложения на рынке? Ну, во-первых, это, конечно, рынок, да, где сейчас эта компания работает. Даже, примером, возьмем, скажем, тот же Аэропорт или ТОО, который на нас работает, ну, кроме Аэропорта, Аэропорт Монополис, скажем, тот же Банки, да. Это, во-первых, рынок, во-вторых, это система управления, то есть кто там сидит, кто управляет, да, и плюс политическая обстановка в стране в целом, то есть это все-таки крупные компании, они подвержены, к сожалению, разным политическим давлением, да, пусть это будут выборы наши, пусть это другие моменты, то есть эти компании уже на плаву, эти компании уже на виду всех, соответственно, у них, они больше уязвимы, да, но и самое главное, наверное, больше, как и кто ими управляет, и куда они ведут, да, эту компанию. Мы, что обе, что, в моем, скажем, мнении, относительно некоторых ООО, особенно вот Аэропорт Монас, да, я лично сколько лет наблюдаю, вижу, мы не видим такого резкого прогресса, резкого улучшения, да, работы, правильно? Сколько было нареканий, да, в адрес Аэропорта Монас? Да, эта компания прибыльная, да, она приносит прибыль, потому что рынок такой, а не монополиста. Но мы не видим никакого скачка, не видим никакого, скажем, стремления к развитию, да. Любая компания частная, да, я вам скажу, если она работает, скажем, на нашем другом рынке, она нацелена на то, чтобы зарабатывать деньги, зарабатывать очень большие деньги. То есть каждым годом, если мы, я вижу, что моя компания в этом году заработала миллион долларов, я хочу, чтобы она заработала 2 миллиона в следующем году. У нас такого, скажем, тренда мы не видим здесь. Если возьмете даже статистику многих ООО наших, даже прибыльных, да, вы видите, там разницы очень небольшие. Самое главное, не ниже прошлого года, и все. Ну, пока держимся, да, ребята. Главное, чтобы не ниже прошлого года, главное, чтобы не ниже прошлого года. Но нету стремления идти дальше. И я считаю, что вопрос здесь, в первую очередь, в менеджменте, в первую очередь, в управленцах, да, кто там скид работает. Во-вторых, к сожалению, у нас очень много законов, которые мешают этим ООО работать. То есть это закон о закупках, есть другие, допустим, мешательства со стороны ведомственных министерств, то есть, естественно, ГП. Вот эти барьеры есть определенные сложности, да, я тоже понимаю. То есть их тоже нужно убирать. Потому что, что бы они ни делали, всегда это подотчетно какому-то органу, какому-то госоргану, включая фонд госимущества. И эти вопросы тоже поднимались, да. Нужно комплексно подходить к этому вопросу. И, опять же говорю, если, допустим, мы хотим, чтобы наши компании были прибыльными, и они выходили, работали не только на нашем рынке, но и за пределы, дать возможность менеджменту. То есть сначала приведите нормальный менеджмент, то есть ребят именно с опытом, да, работаем именно в частном секторе. Мы же всегда говорим, когда мы устраиваемся в госорганы, да, скажем, молодежь, всегда же требует, у вас нет стажа работы в госорганах. А когда мы назначаем на госпредприятия, на ООО, мы не смотрим на то, что у этих людей есть стаж работы в частном секторе. Мы, наоборот, назначаем обычно бывших министров, замминистров, не знаю, там, бывших чиновников. Это тренд, да, у нас, к сожалению, и это очевидно. Я об этом сейчас говорил, да, я тоже сейчас говорил. Мы ни разу не видели, чтобы открыто проходили конкурсы, скажем, на замещение вакантной должности, там, скажем, на высшем уровне этих ООО. И об этом мы говорим, потому что мы частный сектор, да, в городе Бишкек, элементарно даже. Мы замечаем постоянно, назначают кого-то. Это тоже очень большой минус. Как назначенным человеком может работать? Мы привлекли нескольких международных организаций, Всемирный банк, работаем с Национальным институтом стратегических исследований, с тем, чтобы разработать положение о внедрении методики, вот, ключевых показателей эффективности для управления или менеджерского состава. И там, вот, как вы сказали, лишь бы не в прошлый год, а исходя из стратегии, мы будем ставить задачи. Какие задачи они должны достигать? Наверное, фонд госумущества действительно с общественностью не очень так хорошо работает. Когда вы сказали, что на сайте фонда госумущества нет информации о финансовых показателях госкомпании, я вам скажу, в этом сайте есть в правом углу информационный портал. Нам следует более, скажем, выходить и говорить о том, что есть такой портал, вы можете там отслеживать, мониторить, давать свои предложения, рекомендации и так далее. Вы вначале очень правильно заметили, что в одном мнении экспертов совпадает. Самая лучшая форма для госпредприятий – это акционерное общество. Те предприятия, которые мы вам в качестве примера сейчас только привели, они когда-то были госпредприятиями. Сейчас они более или менее успешны на рынке. Тем не менее, несмотря на это, некоторые из них выставляются на продажу. Давайте мы еще раз обратимся к вашему сайту. Опубликован список компаний, госдоля которых подлежит приватизации. Среди них Фонд развития предпринимательства, Мегаком, Достан. Процедура преобразования госпредприятий в акционерное общество происходит только для того, чтобы отдать в частные руки. Англия Плотова Даганевича. Только ли для этого вы преобразовываете госпредприятия в акционерное общество, чтобы потом легче было их продать? Почему вариант сохранения за собой, за государством, право участия в том или ином проекте не сохраняется? Почему вы этот вариант отсекаете напрочь? Я вначале говорил, когда речь идет о процессе приватизации, мы не говорим о том, чтобы его продать и получить за это деньги. Нет, я имею в виду о том, что 50 контрольный пакет по акции оставить себе, а остальную часть в частные руки передайте. Почему полностью все 100%? Мы думаем об этом, чтобы привлечь инвесторов в партнерстве с государством, в совместное владение акционерным обществом и так далее. На самом деле, очень многие инвесторы в стратегических отраслях, их желание тоже обладать контрольным пакетом акций. Этот вопрос мы еще до конца не изучали, но мы в процессе анализа, наверное, придем к тому... Как раз таки, в качестве примера, мы привели вам те компании... Что касается фонда развития предпринимательства, вы привели пример, 100%. Это микрокредитная компания. Она, между прочим, прибыльная на данный момент. Я с вами совершенно согласен. А почему вы от них отказываетесь? Государство должно создавать конкурентный рынок и регулировать. Сколько микрокредитных компаний есть в стране? Очень много. И наряду с ними участвовать, скажем так, конкурировать с одной предприятией, я думаю, наверное, это не очень, как бы, есть хорошо. Небольшую ремарочку сделала. Именно данная компания помогает стартаперам, да, начинающим предпринимателям, не получая должного внимания со стороны государства от тех же кредитных организаций, да. То есть именно данная компания такую помощь оказывает. Тоже свое наблюдение выскажу. В последний момент, время, вот именно то, что выставляется на приватизацию, вы правильно заметили, все те предприятия, которые работают и прибыль приносят. Правильно? То есть получается так, что остальный актив у нас стоит, мы его не трогаем, но вот именно те, которые начали зарабатывать, там, Мегаком и тот же фонды, мы их начинаем уже реализовывать. Здесь, наверное, опять же, сама должна быть политика со стороны государства. То есть я не знаю, какая была принята политика, какое принято было решение, но относительно вашего вопроса по поводу процента участия, да, если государство отказывается от этого предприятия, ну или привлекает, то я считаю неразумным государству, опять же, владеть там 50%. Если компания заходит, частная компания, скажем, вливается в эту госкомпанию или там ОАО, то любая частная компания, она будет стараться обеспечить себе контрольный пакет. Это раз. Во-вторых, для развития необходимы дополнительные инвестиции, правильно? То есть здесь государство сможет влиться тоже. На это тоже надо смотреть. То есть там вопрос не только в том, что мы вам отдали 51, давайте теперь вкладывайтесь как хотите, да, то есть нужно, если вы партнеры, давайте, ребята, по партнерски работайте. Ну и третий фактор, это, конечно же, боязнь бизнеса работать с госструктурами. То есть это открыто и откровенно, все об этом всегда говорят. С госпредприятиями, с государством, частным сектором работать тяжело. То есть если я, допустим, владею часть... В чем именно проблема? Проблемы, барьеры различные, то есть опять законодательные барьеры, да, потому что государство имеет долю в вашей компании. Частые проверки, это отчетность сложная, ну и плюс, соответственно, политические проблемы. Бизнес не готов к такой сложной? Я считаю, что не готов. Я считаю, что у нас такого опыта работы с госпредприятиями минимален, то есть очень мало бизнеса. То есть надо либо усовершенствовать законы, законодательства действующие, да, либо проверки уменьшать. То есть мы, то, что предлагали, допустим, много лет об этом говорим, это если государство заходит на частный рынок, да, экономику нашу, как участник рынка, то будьте любезны, работать как участник рынка. То есть не надо здесь там показывать, так сказать, удостоверение, да, свое государственное. Мы госоргам, мы хотим по-другому сделать, будем делать по-другому. Либо вы нам говорите, у вас есть свой сектор, то есть госсектор, да, мы туда не лезем, то есть частный сектор туда не лезет. Как работали, работайте дальше. Но если вы заходите на частный рынок, ну, частный экономик, скажем, да, в свободную экономику, будьте любезны работать как основные участники этого рынка. На равных условиях, без всяких привилегий, без дополнительных законов об акционерах, в общем, там, без всяких дополнительных регулирующих функций, да, государства. Вот в рамках реформ вы же создали прям целое госприприятие «Мюльк», да? Да. Который должен именно заниматься неэффективными активами, ну, управлять неэффективными активами для того, чтобы поднять их привлекательность, там, и так далее. Сейчас эта работа как-то продвигается? «Мюльк» мы создали не с точки зрения, как бы, управлять неэффективными имуществами, а управлять именно непрофильными, непрофильными объектами, которые в той или иной степени там находятся в разных, там, государственных предприятиях, то есть не свойственных им основной функций, да. То есть сама задача государственного предприятия «Мюльк» – это посредственная, посредник. Мы в это предприятие, исходя из анализа, как бы, передаем непрофильные объекты, там анализируем и принимаем решение, либо его, каким образом нужно дальше развивать, либо его продавать, либо его, скажем так, отдавать в другое, как бы, госкомпанию, либо и иные, как бы, методы, может быть, работы. То есть само госпредприятие, оно, как бы, не нацелено на то, чтобы его эффективно управлять. Определенно, работу уже провели? Или Вы только планируете провести? Госпредприятие «Мюльк» всего лишь было создано в прошлом году. Были переданы несколько только объектов, там, торговые центры «Караван», «Ак Кеме», там, еще… Смотрим, кто они, высшие чиновники или менеджеры? Скажите, я думаю, вот это будет самым большим показателем. «Мюльк» создали, это очень шикарно, да, за те налоговые деньги, которые мы платим все с вами, управляют, то есть люди зарплату получают, но, опять же, кого назначили, да, то есть означает ли это то, что назначенный человек, он разбирается и понимает именно в том, что какая компания эффективна, неэффективна, то есть я думаю, здесь у нас проблема, да, у нас, откровенно говоря, то есть фондовое имущество, они работу проводят, но когда мы начинаем назначать на руководящие должности ГП или ОАО, вот здесь мы ошибаемся всегда. Первый раз создали, директором назначили бывшего директора акционерного общества УЧКОН, на сегодняшний день там директором является Туманов Токтуал Туманович, отвечая на вопрос, он госчиновник или бизнесмен, я могу сказать, что он 50% бизнесмен и 50% чиновник, да. Вы удовлетворены ответом? Политическое назначение однозначно, но, конечно, в резюме человека не оспоришь, что ситуация в 30 лет со дня приватизации Украинского, со дня независимости Украинского, да, они работали, как раз одни из тех, наверное, кто как раз занимался приватизацией, да, в те времена. Вот мы все это время говорили о том, что акции акционерного общества нужно передавать в частные руки, но в последнее время мы наблюдаем совсем другой прецедент, который вот произошел в акционерном обществе «Каркаснефтегаз». По последним данным, да, государство в лице ФУГИ якобы хочет выкупить акции у частных акционеров, чтобы полностью весь пакет акций, 100%, перепродать крупному иностранному инвестору. Если эта информация, на самом деле, да, правильная, достоверная, почему этот пакет акций, да, не реализовывается на фондовой пирже? Почему не привлекаются местные инвесторы, да? Потому что данная компания достаточно крупная, имеет свой нефтеперерабатывающий завод. На сегодняшний день «Каркаснефтегаз» – это прибыльная компания, хорошо работает, но за последние 10 лет компания практически не вкладывает деньги в геологоразведку. То есть вы понимаете, да, там именно компания, которая работает в добывающей отрасли, у него перспектива основная – это вот как раз-таки геологоразведка и модернизация тех технологических процессов. КПК, который «Крыгозпетролиум компания» – это нефтеперерабатывающий завод «Крыгознефтегаза», оно работает, сегодня выпускает бензин, мазут, марки бензина А8. Согласно техрегламенту ИАЭС с 1 января 2019 года на территории ИАЭС будет запрещено оборот бензина с октановым числом меньше 92-го, примерно так. И поэтому очевидно, что «Крыгознефтегазу» для геологоразведки, «Крыгознефтегазу» для модернизации перерабатывающего завода необходимы вложения. Эксперты посчитали, что такие вложения необходимы, какие вложения необходимы? Это от 300 до 500 миллионов долларов. Нам не было поставлено задачи о том, чтобы найти там зарубежного инвестора. Премьер-министрам поставлена задача привлечь стратегического инвестора, у которого есть опыт в этой отрасли, у которого есть финансовые вложения, порядка примерно вот такой суммы, и у которого есть социальная ответственность. То есть речь не шла о том, чтобы просто продать. В общем, речь идет о продаже 100% акций, правильно? Есть некоторые инвесторы, которые хотят, скажем так, единолично управлять этой компанией, поскольку они вкладывают огромные деньги. Что касается выкупа акций миноритарных акционеров, здесь нужно будет чуть-чуть уточнить. Это не фонд по управлению госумуществом выкупает эти акции акционерных обществ. Мы тоже являемся такими же акционерами, как они. Но мы крупные акционеры. Решение о том, чтобы выкупить эти акции у миноритарных акционеров, было принято обществом самим. Мининоритарь должны остаться, потому что для них это возможность заработать больше. То есть остаться 15%, даже если 1% у вас будет, сегодня стоимость вам скажет, допустим, про «Нефтегаза» миллион сумм, то когда у нас будет новый инвестор, у вас, соответственно, 1 миллион сумм, а ваш 1% уже увеличится в десятки раз. Я считаю, их реакция правильная. То есть если я не хочу продавать, я не буду продавать. Но этот вопрос нельзя политизировать. То есть мы, к сожалению, этот вопрос, по идее хозяйствующего, да, «Крысный нефтегаз», как ООО, оно имеет право выкупать. Оно сделало свои предложения. И я считаю, ответ должен был просто простым. То есть, ребята, мы не хотим продавать все. Но он почему-то муссируется, и сейчас он немножко вышел за рамки региона. Это, я думаю, вопрос решаемый. То есть если не хотят продавать, то их лучше не дергать, не напрягать. А оставшиеся 80% на дне можно поработать. Это нужно, опять же, делать прозрачно и открыто. То есть за 1 доллар не продавать. Но, по крайней мере, люди должны понимать, какие деньги будут вкладываться. Да, я понимаю, компания, которая будет заходить, как инвестор, она не будет покупать «Крысный нефтегаз». То есть она будет заходить с обязательством вложиться в «Крысный нефтегаз», в «Крысный нефтегаз», и может сделать поэтапно. Допустим, вы вложитесь 100 миллионов долларов, ребята, мы вам отдаем 40% активов. Вот сейчас в фарламенте, по-моему, рассматривается законопроект о том, чтобы давать в доверительное управление госпредприятия частному сектору. Если вот этот проект вступит в силу, по-моему, он даже прошел в третьем чтении, нет? Да, в третьем чтении он прошел. Зачем выморачиваться, когда можно просто нормально ставить критерии отбора менеджеров и по ним работать. Мы сейчас опять создаем какой-то орган, который будет управлять этим. Отдавать частному сектору доверительное управление. То есть это еще не частная собственность, да? Да, да. То есть какой-то компании, компания, да, дается, чтобы она управляла. Мы когда говорили о том, что необходима реформа в управлении господственности, мы говорили, что мы должны искать разные методы, разные подходы. И самое главное не форма собственности, а самое главное привлечь там новый менеджмент эффективный, технологии и так далее. Я думаю, наверное, эффект это будет положительным. Ну, надеемся, потому что если это приведет к хорошему, то мы за... Потому что мы каждый раз реформируем. Я же говорю, каждый раз, когда руководство меняется, у нас появляются новые надежды и новые планы. Как же вот с нашим правительством? Каждая правительство приходит со своей программой. Также здесь руководство, допустим, фонд госимустрой приходит, у них новая программа какая-то. Но в корне ничего не меняется. Я же говорю, опять же, мы критерии отбора руководителей, да, ГП, ООО. Давайте посмотрим, давайте вывесим на сайте всех ГП и ООО, всех руководителей, да, включая Совет директоров, и их резюме. Тогда увидим, какое отношение, наверное, на фонд госимущества к имуществу, которым управляем. Я думаю, это будет первым шагом. Это будет первым шагом тому, что... Этот шаг уже сделан. Этот шаг уже сделан. Критерии отборы внесены на информационном портале по каждому предприятию, кто там руководит. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, кого назначили сейчас, да. Посмотрим, по этим критериям они назначены или по другим критериям назначены. Очень много людей, кстати, от фон госимущества участвуют именно в Совете директоров, в правлении. Они все получают заработную плату, ребята, не забываем. То есть, поэтому это все нужно учитывать. И давайте выставим, посмотрим, картина какая у нас появится на руках. Несмотря ни на какие другие моменты, я думаю, команда ФУГЕ эти реформы доведет до конца. Просто год назад в этой же студии один из ваших руководителей тоже обещал нам, что через несколько месяцев вы на сайте будете находить всю информацию, которая касается госактивов. Проходит год, вот мы опять же встречаемся с представителями фонда, профильного ведомства. Опять же, такая же ситуация. Хочется, чтобы к следующему разу мы действительно могли брать открыто всю информацию, которая касается государственного имущества. Вам спасибо за ответ и за участие в нашей программе. Спасибо. С вами была Салфанат Кулебердиева и вы смотрели программу «Реальная экономика». Увидимся ровно через неделю на канале НТС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова